Это касается вас напрямую. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Де. Добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я выскажу крайне непопулярную в последние несколько недель позицию насчет биткоина. Я практически уверен, что скорее всего за это меня обильно похвалят тонной дизлайков. Но чего не сделаешь ради идеи. Кстати, раз уже на то пошло, очень попрошу тех из вас, кто верит в биткоин, поддержать меня лайками. Может не так все плохо будет. Хотелось бы набрать 4000 лайков, хотя это и крайне маловероятно, но было бы безумно круто. Представляете, биткоин так падает и 4000 лайков на такой оптимистичный прогноз. Прежде чем перейти к ответу на вопрос, почему биткоин неизбежно ожидает параболический рост, давайте начнем с начала этой дивной истории. Биткоин ушел ниже 200-дневной скользящей на недельном графике. Это средняя скользящая около 5 лет служила самой сильной поддержкой для биткоина. И даже во времена, на тот момент, очень жестокого медвечьего рынка, она не дала биткоину уйти ниже 3000 долларов. Теперь же биткоин одним походом пробил ее и ушел значительно ниже. И даже сейчас торгуется ниже после неудачной второй попытки удержаться над этой исторически очень важной линией. Это причина, почему все стали настолько пессимистичными. Вы, кстати, заметили, как много стало пессимистов, особенно на рынке биткоина. Даже меня немного оптимизм покинул, хотя столько лет оптимистично настроен по отношению к битку. Люди готовятся к 1000 долларов за биткоин, к 3000 долларов. Я даже видел прогноз 58 долларов за биткоин, ну это просто безумие какое-то. Если кто-то из вас помнит, в июле 2019-го я показал вам прогноз некого Хусейна Забира. Своё видение трейдер основывал на теории волн Элиота. Из его исследования становится понятным, что целью биткоина по завершению коррекции WXY, в которой мы на тот момент находились, является поход на 1100 долларов. Такой смелый на тот момент при биткоине почти за 10 тысяч выдал Хусейн. Кстати, очень интересно сейчас увидеть, что вершина Х коррекционного треугольника WXY, который он нарисовал, почти идеально совпала с фактической вершиной биткоина на лето прошлого года. Кто-то даже заметил, что по истории биткоин всегда при больших медвежьих рынках посещал предыдущие отметки исторических пиков. И мол, предыдущий пик в 1300 долларов посещен не был, а значит в главной криптовалюте только туда и дорога. Что ж, всякое может случиться в такое время, как сейчас, но поставить ведро на 1300 не помешало бы. И как мы уже поняли, люди сегодня хотят только одного. Кэша. Даже из золота выходит. Тысячелетний актив, который всегда считается тихой гаванью, тоже падает. Тем не менее, золото все равно считается защитным активом, а биткоин уже нет. Хотя, если мы сравним их графики, мы видим просто идеальную картину. Биткоин и золото ходят под ручку, так почему же золото защитный актив, а биткоин нет? Чтобы это было виднее, давайте уберем промежутки на графике, во время которых рынок золота был закрыт, а биткоин-то торгуется всегда. Но здесь очевидно, что последние 10 дней золото и биткоин фактически ведут себя одинаково. Золото это розовый график, биткоин а-ля цифровое золото синий. Вчера фондовый рынок рухнул так сильно, что во время торговых сессий пришлось даже закрывать торги. На этом фоне многие снова ожидали сильных движений биткоина вниз. Но в отличие от фондовых индексов, главная криптовалюта отскочила. В итоге торгов мы увидели снижение S&P 500 на более чем 7%, Dow Jones почти на 8% и рост биткоина. Да, вы не ослышались, рост биткоина на 3%, а за сутки он прибавил уже 12%. И это при том, что никто в рынок биткоина 1,5 триллиона долларов не вливал. Кстати, если вы думаете, что 1,5 триллиона долларов в ФРС это многое, то мир за это время напечатал еще большее. За последние 24 часа были напечатаны следующие суммы. МВФ напечатал 1 триллион долларов, Америка напечатала 700 миллиардов, Китай 100 миллиардов, Англия 74 миллиарда, Италия 27 миллиардов, Индия 13,5 миллиардов. Так много, что даже дыхания не хватает. Япония удвоила количество напечатанных денег. Фактически, это как аирдроп в криптовалюте, только аирдроп в долларах. Впрочем, это только для богатеньких, для элиты, которая требует спасательный круг. Ведь когда приходит обычная девушка в Банк Америки снять свои личные средства, ей говорят, что ограничение до 3000 долларов. Да, для Украины и России это значительная сумма, но не для Америки. И это только начало. Ограничения будут увеличиваться. Как говорят американцы, run out of cash. Это просто безумие. Я никогда не видел такого в своей жизни. Да, был 2008, но я тогда был намного младше, чем сейчас, и не сильно интересовался всем этим. Но из того, что я видел, читал и изучал, это выглядит даже хуже, чем 2008. Если учесть глобальный долг 245 триллионов долларов, то все точно хуже. И с таким черным лебедем, который стал катализатором, не причиной, а катализатором, даже страшно подумать, что будет. Страшно, но безумно интересно. Мы как будто находимся в каком-то фильме. На фоне всего этого, падение всего, что не доллар, который печатается огромными камазами, выглядит абсолютным абсурдом. Даже не безумием, абсурдом. Вы должны понимать, что вот это печатание денег, это не просто какие-то факты, статистика или цифры на экране. Это касается вас напрямую. Это обесценивание ваших денег. Ваши деньги только что стали дешевле. За ваши деньги сегодня вы сможете купить меньше, чем вчера. Кто еще надеется на большие деньги, которые войдут на рынок биткоина? Чем больше таких больших легких денег, только что из печатного станка, войдет в биткоин, тем сильнее он будет переоценен. Эти деньги всего лишь дешевые кредиты. То есть их никто не зарабатывал кровным трудом. Никто за них не горбатился. Это не настоящие деньги. Это просто долг. Биткоин был задуман против долгового пузыря. Так зачем же нам превращать биткоин в еще один долговой пузырь? Намного лучше, когда нормальные люди за свои кровные будут заходить в биткоин, чем у Уолл-стрит будет закидывать в него миллиарды дешевых, ненастоящих кредитных долговых денег, которые потом, если что, с такой же легкостью из него и уберут, приведя актив к таким резким движениям, которые мы наблюдали недавно. Хотя кто знает, может быть, если бы ФРС не печатала и не вливала бы столько денег на рынке, то мы увидели такую распродажу, которой не было с 1929, когда тоже случился похожий черный понедельник. Правда, вслед за черным понедельником был черный вторник, потом черная среда. И, возможно, нам следует ожидать и сегодня, и завтра тоже черные дни, по аналогии с 1929. Если на фоне таких черных дней биткоин продолжит показывать такие зеленые проценты, мы можем смело утверждать, что даже золото, с которым сравнивают главную криптовалюту, оказалось ему неровнее, и биткоин станет один из единственных растущих активов на фоне панического падения остальных. Многие пишут, что стратегия, которую я использую, которая называется «усреднение по доллару», не работает. Усреднение по доллару – это, например, если вы каждый месяц покупаете на фиксированную сумму, несмотря на курс биткоина. Есть отличный калькулятор, который избавляет вас от любых сомнений. Допустим, 17 марта 2019 года, то есть год назад, вы надумали инвестировать в биткоин на протяжении года. Вы берете 10 долларов каждую неделю и покупаете биткоин. За это время сумма ваших инвестиций составит 530 долларов. К концу годового эксперимента ваши накопленные сатоши будут стоить 619 долларов, а доходность будет 16,8%. Мне кажется, после всего сказанного мной, уже и так понятно, что биткоин остается самой крутой технологией за всю историю финансов. Он не провалился как проект, и он работает до сих пор как проект. Потеря им дешевых денег, на которые никогда никто не горбатился и которые печатаются тоннами, ничего не значит. А с такой денежной политикой мы понимаем, что пузырь фиатных валют рано или поздно окажется в коллапсе. А прежде, чем мы перейдем к самому важному моменту этого видео, хочу напомнить вам, что у меня есть свой собственный мониторинг обменников exchange sumo.com, на котором вы можете быстро, безопасно и легко обменять валюту и криптовалюту. Более того, на рекомендованных обменниках ваши операции до 300 долларов покрываются гарантией моего сервиса, то есть моей гарантией. Поддержи богатейшего Ди, пользуйся его сервисом. Ссылка в описании. Теперь я хочу показать вам график биткоина 2016 и 2020. Как мы видим, в 2016 мы также находились в треугольнике, нижний катет которого служил поддержкой всего восходящего движения. Далее был резкий рост, который обозначен розовой стрелочкой. После чего мы видели стремительный обвал одной свечой. Все это происходило в преддверии скорого халвинга. Когда цена биткоина пробила отметку крайнего локального пика, она перешла в параболический рост, который, конечно же, сопровождался 20, 30 и даже 40 процентными откатами, но все-таки привел биткоин к отметке в почти 20 тысяч долларов. Теперь смотрите на ситуацию, в которой находимся мы. С начала прошлого года цена биткоина находилась в треугольнике, нижний катет которого служил поддержкой всего восходящего движения. Звучит очень похоже, не правда ли? Далее был резкий рост, обозначенный розовой стрелочкой, а затем стремительный обвал одной свечой, который поверг всех в дикую панику и разочарование. И все это в преддверии халвинга. Вау! Очевидно, ситуации просто идеально похожи. Для начала нового параболического роста по аналогии с халвингом 2016-го биткоину нужно преодолеть и укрепиться выше крайнего локального пика, а это около 13 тысяч долларов. В 2016-м году, чтобы это сделать, биткоину понадобилось 20 недель от стремительного обвала одной свечой, а это около 5 месяцев. Кроме того, мы должны понимать, что коронавирусный кризис не может продолжаться вечно. Рано или поздно страны откроют границы, наладят цепочки поставок и экономика начнет восстанавливаться. И вот тогда активы очень сильно отскочат. На этом все, ребята. Надеюсь, я вас хотя бы как-то порадовал и вытащил из пучины отрицания, отчаяния, паники и разочарования. И в качестве бонуса в Google Trends запросы Buy Bitcoin и Buy Gold растут. Биткоин куда более резко, кстати говоря. На этом все, ребята. Надеюсь, я вас хотя бы как-то порадовал и вытащил из пучины отрицания, отчаяния, паники и разочарования. Меня зовут Богатейший Ди. Поставьте лайк, давайте наберем 4000 лайков. Спасибо за поддержку. А также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok